Сан-Франциско Позади меня Бэйбридж и залив Сан-Франциско Вы спросите себя, что в этом месте особенного? На самом деле, на месте, где я стою сейчас, несколько лет назад не было людей, зато стояла ужасная шумная конструкция под названием Фривей Имбаркадера Двухуровневое шоссе, проходящее вдоль всей прибрежной части города Сегодня, к счастью, этой магистрали уже нет Вместо нее построили замечательный бульвар, на котором есть все виды транспорта На территории разбитой парки посажены деревья, организованы зоны коллективного отдыха, куда можно прийти, расслабиться и насладиться прибрежной полосой Эта территория – яркий пример того, как транспортное обеспечение и автомобильные потоки могут взаимодействовать и отвечать потребностям каждого Таким образом, чтобы сделать подобное место действительно для людей и дружелюбным к людям Такое место, которого человек бы не боялся из-за машин и не избегал Команда Open Planning Projects решила приехать и исследовать, как же у них все это получилось Изначально Имбаркадера – это обычная дорога вдоль прибрежной городской линии на северо-востоке залива В Сан-Франциско раньше, в годах 50-х, когда вся страна сходила с ума по фривеям, власти штата решили построить на ее месте шоссе Именно так и появилась эта ужасная конструкция Сразу после того, как фривей был построен в 50-х годах прошлого века, люди поняли, что это была ошибка И появилось движение «Заснос фривея», которое возглавил журналист Херб Кайн Здесь, в Сан-Франциско, мы давно боремся с фривеями, разрушающими наш город И задолго того, как я перебрался сюда, даже до моего рождения Уже существовало сечение в городе, направленное против изрезания города, поднятыми над землей восьмиполосными фривеями Благодаря повсеместному вовлечению горожан, созданию объединений жителей буквально в каждом районе Значительная часть планов по строительству была отменена В 1989 году произошло землетрясение, которое достаточно сильно навредило городу Когда все закончилось, мы обнаружили, что фривей Баркадера, а также некоторые другие конструкции, имели существенные повреждения У мэра того времени, Арта Агнеса, было достаточно здравого смысла для того, чтобы сказать, что восстанавливать фривей, возможно, и не стоит Потому что в течение 40 лет он разделял город и прибрежную линию Даже когда вмешались силы природы, дебаты не утихали Люди очень боялись, что снос этого и других фривеев вызовет огромные пробки Жители китайского квартала боялись, что их бизнес пострадает Во время острого голосования в окружном совете шестью голосами против пяти Судьба фривея была решена, его заменили на обычную городскую дорогу К счастью, нам удалось снести фривей, и смотрите, как замечательно все получилось Это прекрасное место для людей, трамваев, велосипедов, пешеходов и любителей кататься на роликах Всем нравится проводить время на Эмбаркадера Сейчас мы с вами находимся на площади Ферри Билдинг Плаза Сегодня эту площадь пересекает обычная городская дорога Здесь, с помощью этих рисунков, вы можете видеть, где находились колонны фривея Вы можете представить себе их размер и то, как эта конструкция с помощью стен разделяла здание Ферри Билдинг и городскую прибрежную линию Мы как бы находимся под эстакадой, и вот там, где сейчас нет деревьев, были съезды на улицу Вашингтон и на улицу Клей Съезды проходили на месте вот этого зеленого газона Сегодня обе этих улицы достаточно тихие Конечно, в те годы здесь проходил огромный транспортный поток На съездах в каждую сторону было по три полосы Как вы видите, они также построили здание для парковок с глухими стенами К сожалению, сегодня здания никуда не делись, зато фривея уже нет Пока мы не знаем, что можно сделать с этими зданиями, чтобы наши улицы не выглядели столь ужасно Вот одно из исторических мест на эмбаркадера Старые фотографии автомагистрали Первое фото – проект поднятого над землей шоссе А вот и здание Ферри Билдинг За ним вы видите съезд с моста Бэй Бридж А вот здесь шоссе должно было продолжаться вдоль береговой линии Основное шоссе и съезды на улицу Вашингтон и Клей Под шоссе располагалась парковка, которая была барьером между Перри Билдинг и остальной частью города А вот, собственно, колонны, которые удерживали этот фривей Фотография после землетрясения Вы видите, что колонны усилены А вот фото уже без фривея Иногда возможности появляются после трагедий Увы, но такой трагедией для Нью-Йорка стало обрушение хайвея, который просто упал на землю В декабре 1973 года хайвей Вестсайд обрушился Как результат, мы узнали, что транспортные потоки могут перенаправляться Они могут изменяться во времени или сокращаться, когда люди выбирают другие виды транспорта После повреждения фривея Эмбаркадера В результате землетрясения многие люди стали приводить Нью-Йорк в качестве примера для Сан-Франциско И хотя наша трагедия произошла из-за халатности Этот пример показателен, потому что Нью-Йорк решил не восстанавливать поднятую над землей конструкцию Магистраль была снесена, появился бульвар На Эмбаркадера происходило нечто похожее Трафик сократился, люди выбирали другие маршруты Как вы видите, если избавиться от фривея, то территория начинает использоваться совершенно по-новому Самое главное, она превращается в пешеходную зону Люди гуляют, получают удовольствие, наблюдают за чайками, пеликанами, рыбой, морскими котиками И, конечно же, мы видим трамваи, автомобили, велосипеды, ролики детей, детских креслах, инвалидные коляски и, конечно же, скамейки Это очень важный способ использования общественного пространства Когда произошло землетрясение, в зоне залива было повреждено 4 фривея Я думаю, сильнее всех пострадал фривей в Сайпрос, в Окленде Я думаю, все помнят эти фотографии Также обрушился центральный фривей Буквально в прошлом году на его месте мы открыли прекрасный бульвар Мы на бульваре Октавия Угол бульвара и Маркет-стрит Это еще одна улица в Сан-Франциско, созданная на месте разрушенных фривеев Можете себе представить, здесь был двухуровневый фривей На бульваре использовано множество методов успокоения движения Он разрабатывался на большой транспортный поток, но так, чтобы не убить жизнь в излежащих районах Две полосы, где машины идут на максимально допустимой скорости Разделительная полоса, усаженная деревьями Разделительная полоса, на которой мы стоим, отделяет основную часть дороги от боковых проездов Основная часть дороги предназначена для машин На боковой могут проехать велосипедисты, припарковаться автомобили Кроме этого, здесь есть место и для пешеходов Все это является частью, буфером, который позволяет защитить дома, церкви этого густонаселенного района От того объема автомобильного трафика, который проходит через эту дорогу Вот кафе Терракота, бизнес, который появился здесь совсем недавно Пару лет назад представить себе такое было невозможно Здесь торговали наркотиками, был высокий уровень преступности, люди избегали этого места Бульвар все изменил Вдоль бульвара все еще есть пустые участки Ведь снос Привея высвободил 9 акров земли Продажа освободившейся земли не только позволила оплатить строительство бульвара Но и оставила средства, которые мы используем на озеленение территории Спокоение движения и создание открытых пространств в тех зонах, которые были затронуты строительством Привея Мы действительно хотели, чтобы пешеход почувствовал себя здесь гладным Здесь вы видите ограничитель скорости, своего рода препятствие, которое машины должны переехать Оно поднято на уровень тротуара Конечно, Привей имел большую пропускную способность, но благодаря его сносу люди стали использовать другие виды транспорта Если строить новые фривей, то количество поездок на автомобиле увеличивается Однако обратная также справедливость Сокращая количество фривеев, количество поездок на автомобилях просто снижается Люди начинают ходить пешком, ездить на велосипеде, использовать общественный транспорт Нет определенного количества автомобилей, которые должна вместить уличнодорожная сеть Магистрали Вестсайд и Эмбаркадера были разрушены, их снесли, а затем произошло нечто магическое Скрываемая хайвеем береговая линия стала лучше просматриваться Пешеходы получили доступ к набережной Машины по-прежнему едут, но в меньших количествах По набережной теперь также можно ездить на велосипеде и ходить пешком Людям нравится гулять и проводить время у берега И ко всему этому нельзя не добавить то, что ожили кварталы, прилегающие к Эмбаркадера и шоссе Вестсайд Теперь уже никто не спорит, что набережная в Сан-Франциско это прекрасное место для времяпрепровождения, где можно насладиться лучами солнца, запахом моря и также иметь возможность пообщаться со своими друзьями, покататься на роликах, на велосипедах или просто прогуляться К городам от Сиэтла до Нью-Йорка, к городам по всему миру Если вы думаете о том, чтобы избавиться от фривеев на прибрежной линии, просто сделайте это Вы получите прекрасную набережную, отличную экономику, а движение при этом не остановится Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...